Работа нашей телекомпании строится на принципах для людей и о людях, потому мы всегда с удовольствием откликаемся на предложенные нашими зрителями темы. Вот и следующий сюжет появился благодаря тому, что к нам в редакцию по телефону 4 11 51 позвонила жительница Славянска на Кубани и рассказала о том, что 1 февраля ее родители отмечают 65-ю годовщину создания их семейного союза. Железная свадьба, шутка ли? Конечно, мы приняли решение познакомиться с этой парой и выведать у них секреты семейного долголетия. Прошу. Иван, дамочка. Мадамочка. Ему 86, ей немного поменьше. Их 65 лет совместной жизни не были высланы цветами и завтраками в постель. Дети войны, они с ранних лет глотнули лихо. Но желание жить и преданность друг другу помогли семье Костенко пронести через 6,5 десятилетий свою любовь. Дело было в начале 50-х годов прошлого века, когда 15-летняя Настя переехала с родителями в хутор Нищедимовский. Здесь ей было суждено встретить свою судьбу. И первые вечеры этот муж прицепился ко мне. И как прицепился, и навсегда. Первую встречу и каждый прожитый момент. Вместе с Анастасией Григорьевной верный супруг Василий Андреевич помнит, как будто это было вчера. Там девочек было много в хуторе у нас. Но это когда приехали они, да, ну это вроде что-то новенькое. Ну там в мене бегала такая девчонка. Посмотрел, вроде ничего. И как-то потихоньку-потихоньку, и переросло в дружбу. Ну и начали дружить, а постарше за нее немножко. И так про то, шло-шло-шло, дошло дело к свадьбе. И тут мы 26 января пошли вдвоем в сельский совет. Да, сельский совет. Молтовский сельский совет был. Там председатель совета, а он один, все обслуживал. Пришли. И 18 нет. А, Алексей Иванович, мы пришли расписаться. Вин-то посмотрел, так и еще 18 нет. Ну и что? Ну и пусть. Ну оттуда, знаете, сейчас придирай. Оттуда не было этого. Нет, мы расписались. Ну хороший год, понимаете, он нас спас. Да, 53-й год. Год черной змеи. Вот она нас смотала до кучи дыр. Тогда была молодость и здоровье, говорят они, потому все моменты вспоминаются с радостью. Даже долгая дорога к церкви, чтобы обвенчаться с любимой, казалась легкой. Наши старики, ну ее родители, мои родители, говорят, что надо повенчаться. Ну вот, пожалуйста. А в церкви находилась одна, где-то километров 10-12. Вот. И такое время как раз грязи было много. То мы взяли подружки, друга взяли и пешком по грязи пошел. Ну взяли одежду, ту, что деваться, и цветы, и все. Ну там оделись, батюшка, ну как положено, все повенчались. Свайбу взглянули, как раз свайба была, хороший день был. Теплый, светлый, грязи, воды, вот так. Ага, первого февраля была свайба, сыграла свайбу. Ну и началась наша жизнь. Все воспоминания у них на двоих. Он начинает, она продолжает. Так и живут. Прежде много работали, сводили концы с концами, вместе боролись с болезнями, растили детей, трудились в колхозе. Легче стало, когда переехали жить в город. Он работал заведующим магазином, она больше 30 лет санитаркой в больнице, став ветераном труда и почетным донором СССР. Как-то выживали, как-то жили, как-то не ссорились за то, что нету там, то кушать, то того, то сего. Не искали виновного. Анастасия Григорьевна и Василий Андреевич не считают свой опыт семейной жизни поводом для гордости. Их гордость в их детях, внуках и правнуках. Сегодня родителям помогает единственная оставшаяся дочь. По разным городам и даже странам разъехались внуки. У Читы уже пять правнуков. И чтобы не прерывать с ними общение, Василий Андреевич недавно освоил компьютер. Благодаря видеосвязи с внуками он общается часто и видит, как растут правнуки. И всё же секрет счастливой семейной жизни у Костенко есть. Жить нам вдвоём мы ладим, друг друга поднимаем, покричим друг на друга, поругаемся. Но в жизни так я не верю людям, что говорят, ой, прожили друг на друга, и брошечник сказал. Это в жизни такого не бывает. Но ничего, слава Богу, всё хорошо друг другу. Помогаем, он у меня тоже такое всё поможет. А сейчас компьютер завёл, готовит, берётся. Я его прогоняю, он тебе готовит. Готовь, пожалуйста. Ну, такое бывает, за то, что и мне нравится. Взаимное уважение, взаимная любовь, вот это самое основное. И доверие друг к другу, вот это самое основное. Ну, бывает, когда-нибудь так, с чепухи. А так, мне кажется, самое основное. И опять всё же я вам скажу. Вы знаете, вот эта бедность, она сплощает народ. А якута сейчас всего достаточно, всё есть, он не знает, что делать. Ага, сегодня ужинився, завтра ужинився, позавтра третья, тресята. Она как-то разлагает человека. А когда она так немножко, она сближает людей. Общаясь с семьёй Костенко, понимаешь, что слова клятвы, которые они произнесли при венчании, любить друг друга и в грусти, и в радости, и в богатстве, и в бедности – не просто звук. Потому, отпраздновав железную свадьбу, они с уверенностью замахиваются на следующий юбилей. Следующая благодатная, 70, как думаете, встретите? Вот так. Смотр и не отказываюсь. А-а-а, ты чё? Ну да, когда серебряную свадьбу гулял, тогда я, тот, как же красноармейский, он стоять в рюмочке, серебряная, а внутри посолочина. Я ещё говорю, о, бабушка, сейчас серебряная пьём. И доживём, чтобы она наизнанку вырвалась. Да ты что, да никогда. Дожили, пережили. И тут до 7 из 10 доживём. Мария Климова, Александр Косицын, программа События.